завтра у нас очередная суббота мы будем готовить что-то на природе решили приготовить мясо горячего копчения это будет свинина купили вот три таких кусочка мяса вот это балык у нас свиной а вот это две грудинки ну как бы у нас не так много времени чтоб засолить поэтому мы сделаем сухую засолку берем соль и обмазываем хорошенько наше мясо со всех столов и обмазываем соль и обмазываем так первый кусочек следующий так оболочок у нас большой мы его сделаем вот так вот в тверх местах прорежем чтобы присолить уже даже в четырех так вот и делаем то же самое так укладываем все это в одну емкость сейчас накроем каким-то гнетом ставим и ставим до зал так холодильник так ну уже утро достаем наше мясо вот на тепло много воды уже сок до высок мы этот сок сливаем мясо сейчас пересыпем еще немножко солью и переложим и пусть дальше просаливается так ну пересыпаем мясо солью и заложим вот дальше хорошенько обмазываем и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Для копчения нам нужна будет щепа Вот мы взяли два таких полена Вот это вишня, вот это яблони У нас будет щепа двух фруктовых деревьев И просто топориком Довольно крупно вот так Ее рубим Главное, чтобы без коры Она может дать горечь Щепы много не надо Где-то горсть две И все, после этого Мы ее где-то Минимум на полчаса Замочим в ведре с водой Щепа должна быть влажная Так, вот наша щепа замоченная Сейчас мы будем Высыпаем ее на дно коптелки Вот так распределяем Много щепы не нужно Ну вот Чуть больше жменьки Это вот так Этого должно быть достаточно Дальше Вот у нас жиросборник Его Очень сложно мыть Поэтому мы сделаем Такой небольшой лайффак Мы застелим его Фольгой Отстелим фольгой И будет все Отлично Так, теперь этот Поддон для жира Ставим В катоку Дальше Берем наши Решеточки И прокаливаем Немножко на огне Они в принципе чистые Так, выкладываем первый слой мяса Это будет у нас балут Мясо мы От послесоли Промыли И просушили Но у нас не было Времени вывешивать Чтобы оно высыхало А мы просушили Бумажным полотенцем Вот это будет первый слой Сейчас будем Укладывать Второй слой А второй слой У нас будет Родинка Так, вторым слоем У нас идет Родинка Я еще раз промативаю полотенцем Чтобы убрать Немножко Теперь мы это все Закрываем крышкой И ставим На огонь Так, поставили нашу коптеню на огонь Закрываем гидрозатвор Ну, некоторые говорят Что на улице Это делать не нужно А мы это сделаем Потому что мы Не очень много щепы Заберем И чтобы лишний дым Не выходил Так, гидрозатвор закрыли Сейчас мы ждем Когда Из отверстия Для выхода дыма Пойдет Дымок И после этого Будем засекать Ориентировочно Наверное У нас уйдет Где-то часа полтора Ну, будем смотреть Будем периодически Заглядывать на наше мясо Температуру Сначала будем держать Вот у нас термометр Здесь Установлен температуру Будем сначала Где-то градусов 70-90 А потом Поднимем ее До 120-130 Ожидаем Так, ну Пошел у нас дымок Уже Вот из этого И Начинаем засекать время Сколько у нас будет Посчитываем Где-то часа на полтора Температура Потихонечку Начинает Подниматься Ну, сейчас Где-то Пока Поднялась Уже до Где-то 60 градусов Процесс Пошел Так, ну Прошло у нас 40 минут Температура Держится 100 градусов Сейчас Хотим открыть Посмотреть Выпустить дым Немножко И посмотреть Что у нас там происходит Ну Уже Грудинка Приобретает Такой красивый Свет И Балычевок У нас Немножко Такой коричневый Темно Конечно Может Плохо Видно На телефоне Но Цвет Очень красивый Закрываем 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 И коптим Дальше Так Прошел час Смотрим Что у нас Получилось Ох Ох Классно Сейчас Попробуем Ножиком Жена Попробует В принципе Уже готова Ребенка Да? А попробуй Можешь До балака Не достанешь Сейчас Дым в глаза Лежит Мягкая Мягкая Да? Ну Держим еще До полтора часов А там Будем смотреть То есть Оно готово Прямо Так Прошло Полтора часа Ну Все у нас Уже готово Мы Один кусочек Грудинки Попробовали Достаем Свернет Так Сейчас Свернет Мик Все Субтитры сделал DimaTorzok 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 Просто шик Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok